Геннадий Владимирович, скажите, пожалуйста, ну вот уже более трех месяцев, скоро три с половиной месяца идет эта страшная война, уносящая десятки тысяч жизней, причем с обоих сторон. Что вы думаете, что дальше? Вот вы же не можете не смотреть в завтрашний день, вы наверняка в него пытаетесь заглянуть, что вы видите? Еще как. Я очень боюсь за судьбу, конечно, как и нормальный любой человек, за судьбу своих детей, внуков, членов семьи. Я прекрасно понимаю, какая угроза каждому из нас сегодня исходит от Путина. Но что я думаю? И, в общем-то, я понимаю, что там часть западных лидеров тоже менжуется вокруг этих вопросов, и по-человечески я их понимаю, но я сейчас скажу, что я думаю и на их месте. Что сейчас будет? То есть мы с вами видим отчаянную попытку, то есть, да, общий штурм, покорение Украины, ее завоевание не состоялось. Это уже признанный факт, и повторить попытку захвата всей Украины со сменой власти, она обречена. Мы уже понимаем это. По крайней мере, я так считаю, наверное, вероятность того, что я сказал, там, ну, 98%, 97%. Путин, по характеру своему тактик, у него нет никакой стратегии. Вот помните, мы всегда не понимали, кто такой Путин, какой у него план, какие у него идеи, какую страну он хочет строить. Он все время что-то делал, просто и делал. Я это понял давно, а когда я не понимал, мне об этом сказал тоже один из известных целетворцев. Он сказал, слушай, вот не грузи нас проблемами, которых нет. Слушай, вот я все время приходил к ним туда, к Крему, и говорил, ребят, ну, нельзя так. Ну, вот, посмотрите, вот у вас сейчас это будет, потом это приведет к этому, потом приведет к этому, кончим мы вот этим. Ну, нельзя так действовать. Ну, вы же за страной или не за страной? Ну, ладно, вы там свои вопросы решаете, но вы решайте и общие вопросы. Они говорят, слушай, задолбал, пожалуйста, не грузи нас теми проблемами, которых еще нет. Ты знаешь, у нас принцип такой, мы решаем проблемы по мере их поступления. Вот я как сейчас помню, мы решаем проблему по мере их поступления. И вот в этом весь Путин, он не стратег, он тактик. И поэтому, когда его план захватить Украину, сместить Зеленского и сделать ее сателлитом России, не удался военным путем, он, наверное, посоветовавшись своими генералами, там решил ударить по югу окончательно. Кстати говоря, я когда предсказывал войну, говорил, что скорее всего будет двойной удар с моря и с суши по югу. Вот Мариуполь называл в первую очередь там. Ну, это очевидно было, что они пойдут туда, чтобы попытаться прорубить коридор там ближе к Крыму или до Крыма. И они пересредоточились, они перегруппировались. И сегодня у них задача, я думаю, такая. Как можно больше захватить территорию, пытаться ее удержать, пытаться сделать деоккупацию этой территории для украинских вооруженных сил неприемлемой по числу жертв и усилий. И на этом фоне, затянув войну, начать торговлю с Западом, подключить всю свою агентуру, как говорит Андрей Андреевич Пинковский, большой специалист по этой зарубежной агентуре. Но я с ним частично согласен. Мы с ним достаточно совпадаем во многих вопросах. И таким образом попытаться пойти на мировую, принудить Украину к неприемлемому на сегодняшних условиях для нее миру. То есть принудить Украину к миру, который мог быть расценен Путиным, как победой. Как победой и скормлен. Ведь у Путина одна задача осталась. Сохранить власть. Никакой другой задачи нет. И Украина-то опасна только тем, что она стоит свободу демократии, интегрируется в Европу, начинает жить лучше. И тогда 140 миллионов приходят и говорят, Володя, ты что нас баснями кормишь? Смотри, украинцам никогда ничего нет, как у нас. Ни нефти, ни газа. Ничего там такого нет. Хотя Украина богатые ресурсы, на самом деле. Страна это, я знаю. Но люди это не понимают. А мы живем в два раза хуже. Ты что? Что ты говоришь какой-то великой кормящей? Что тебе там еще нужно дать 10 лет, чтобы ты там выиграл нас куда-то с колен поднял? Мы как на коленях стояли, так и стоим. Не смотри, как украинцы живут. А там у каждого третьего родственники. Да и поехать можно посмотреть. Для него это был самый опасный фактор, который угрожал его власти. Украина. Украина, строящая нормальную жизнь. Украинский народ живучий лучше россиян. Для него это было очень страшно. И вот сейчас решил, что разрушить как можно больше Украины. Не дать украинцам нормально жить. Не дать им восстановить экономику. Разрушить все, что только можно дотла. У него оружие террористов. Вот почему там говорят, у него нет высокоточных ракет. Да плевать ему на эти высокоточные ракеты, высокоточные бомбы. Попадет бомба в город? Попадет. Вот и швыряйте. Вот чем больше бомбы швырдете на город, тем лучше. Чем больше снарядов выстрелите по жилым кварталам, тем прекраснее. Снесете школу, снесете железнодорожный вокзал. Отлично, молодцы. У нас других задач нет, как уничтожить все то, что можно уничтожить в Украине. Вот у них сейчас такая задача. Плюс к этому отхватить территорию, закопать там войска, корректи к позиционной войне. Сделать действительно штурм этих территорий для Украины крайне сложным, затруднительным. Что в это действительно большим числом жертв может обойтись. И начать торговаться через Запад, принуждая Украину к миру. Чтобы продать это, как они сейчас говорят. Ну, вы знаете прекрасно. Да. Мы воюем не с Украиной. Вы что, ребята? Какая Украина? Да вы что там? Украина мы одной левой. Это Запад ее наводнил оружием. Это американцы. Там солдаты НАТО. Там инструкторы НАТО. Там их базы. Там их оружие. Да мы воюем со всем миром. Мы со всем НАТО воюем. И мы их побеждаем. Они ничего не могут сделать. Смотрите, какой у нас мачо во главе у нас. Какой Акелло. Как он красавчик. Там 150-125 тысяч уже квадратных километров. Захватил эту территорию еще. И захватил бы больше. Он говорит, давайте мир. Ладно, я готов. Мы там чего-то освободили. Ладно, мы готовы посмотреть. Если вы там выполните наши условия, мы готовы на мир. Это все скармливается народу. Народ безумен. Не весь, конечно. Но половина точно. Около половины народа безумно. Я вчера разговаривал с моими друзьями и товарищами по прошлой жизни. У меня было такое впечатление, что я к вечеру с температурой был. Серьезно. Такое впечатление. Такое больное. Как будто мне настолько все это расстроило. Ну, ладно. Это эмоции. Ну, наручки. Хорошо. Геннадий Владимирович. Хорошо. Что он хочет для того, чтобы скормить российскому народу? Захватить? Донбасс полностью. Донбасс, Луганск, Херсон. И, возможно, там, чтобы это был серьезный вот такой сухопут. Отрезать? Николая в Одессу? Хочет? Хочет, но не может. Уже не может. Да. Он, конечно, хотел. И в Молдавию хотел, и в Приднестровье хотел, и в Одессу хотел, и в Николаев хотел. Все хотел. Но хотите им очень разные вещи. Мы знаем. Хорошо. Допустим. Он не может. Да. Оно по-прежнему, если ему представится возможность, с удовольствием. И ядерным оружием-то почему угрожает? Чтобы они не отнимали это. А черт его знает. А вдруг он настолько безумен, что нажмет красную кнопку? Что он не внемлет вот этим предупреждением США, Британии, и, как мне кажется, и там есть некоторые признаки, Китая. Китай-то тоже не упала, так сказать, нагло. Война ядерная. Ну, зачем это? Он тут уже почти Америку додавливает, там, по валовому производству. Он тут рвется в первые супердержавы мира, и тут все ядерная война. Хрена знает, чем она обернется, и куда там эти бомбы полетят, и чем это грозит Китай. Китай вообще-то на триллион долларов товаров своих поставляет в Америку. Используя американские технологии, используя американскую науку, используя американские умы, американский менеджмент, да и много чего другого он использует. Потому что, по честности, мы с ним говорим, конечно, китайцы молодцы, они здорово учатся, они хорошо делают, все, они там много переняли. Но все-таки передовые достижения технологии, техники и науки – это западные, которые там работают в Китае. Китаю это совершенно не надо. Поэтому я думаю, что три страны его как минимум предупредили. Не знаю про Макрона, который сто часов наговорил с Путиным телефонных разговоров, но вот эти трое точно его предупредили. Джонсон, Байден и, я думаю, Сидзепин. Поэтому, несмотря на то, что они его предупредили, он делает вид, что он совершенно сумасшедший, невменяемый, что он может применить ядерное оружие. Отдайте мне Донбасс, отдайте мне Луганск, отдайте мне Херсон, и тогда я, может быть, дам вам гарантию обязательно, что я ничего больше не применю. Он сейчас опять запугивает. Дадите в Украине тяжелое оружие, я буду бить каким-то другим целям. Каким целям? Он сегодня обстрелял Киев. Он показывает, что я могу направить ракету и в Раду, я могу направить ракету и в офис Зеленского. И смотрите, ребята, я совершенно безумен, и меня ничего не остановит. Это истерика. У него сейчас истерика. Поскольку украинская армия стоит на пороге больших наступлений, я так полагаю, надеюсь, я не знаю там реально по поставкам техники, понятно, что это и военный секрет, я даже не стараюсь его выведать. Надеюсь, что поставляет достаточное количество. Но эта военная истерика, это предчувствие поражения заставляет их дергаться, заставляет их пугать мир, заставляет их идти на шантаж, на обман, на блеф. Вот, собственно говоря, что сейчас происходит в данный момент. И, конечно, он будет биться за эти территории. Продолжение следует...